всем привет я наконец-то получил свое колечко из метеорита поэтому сегодня про метеориты и про кольца из метеоритов и так я чуть-чуть общий фильм без занудства постарался собрать так давайте я в черногурию включу опа вот так красивее так вот чего начнем начнем с просмотра моего кольца смотрим колечко и так вот колечко кстати ну со стороны да как выглядит камень метод стоит 20 карат вы часто пугаетесь пишите что 20 карат это на огромный размером с голову но вот у меня очень тонкие пальцы да и я не скажу что он прям выглядит как-то громадным каким-то мне кажется вполне норм вот поближе и сейчас я сниму покажу со всех сторон вот смотрите рисунок такой да он своеобразная очень я сейчас объясню откуда он появляется он есть вообще везде он узнаваемый то есть это именно вот такой метеоритный рисунок и обратите внимание внутри его нету тоже сейчас объясню почему так ну и собственно сам сапфир сейчас я свет поймаю только что был и пропал так ну вот вот звезда и вот так хорошо видно вот звезда и видно да рисунок отлично в камне я специально подбирал от именно где два кристалла срослись очень интересно и залипательно там и зеленоватый есть оттенок и какой-то голубоватый и золотые кристаллики выложенные в ниточке то есть все в наличии вот тут кстати смотрите у меня видите пришлось вырезать немножко мы обсчитались ошиблись буквально там на пол миллиметра и пришлось чтобы камень посадить пришлось по бокам чуть-чуть подрезать кольцо но я считаю что для экспериментального образца это не катастрофа так ну сейчас буду вам рассказывать немножко про метеориты и так я когда выложил видео я месяца три назад выкладывал видео заготовки вот этого кольца и мне чего интересно я думаю вот сколько будет комментариев какие они будут оказалось как и во всем у нас на ютубе огромное количество специалистов по любому вопросу и по метеоритам тоже чего только не написали причем много довольно прямо комментариев я вот мне интересно как эти люди мыслят до структуры их мышления если в чем-то не разбираюсь я не буду писать свое мнение но если не очень сильно интересно я возможно пишу вопрос но лучше я загуглю почитаю спрошу специалистов каких-то но вот люди идут другим путем самые популярные были комментарии такие что во первых меня обманули я дурачок и лох потому что кольцо внутри без рисунка вы видели сейчас объясню дальше почему то есть но метеорит если рисунок он везде со всех сторон как такое может быть что снаружи есть а внутри сумка нету структуру даты металлической потом что железный метеорит это супер мега редкая штука если бы он был настоящим меня обманули естественно эти полу настоящим обувесил стоя миллионы долларов там еще момент что я тебе не советую носить и хранить дома потому что все что было в космосе имеет жуткую радиацию фонит и у тебя пальцы очень скоро отвалится ну понятно какой причине так вот но есть и польза от ютуба очень быстро после того как я выложил видео со мной связался качали дмитрий это очень интересно на мой взгляд человек он владелец бренда камни с неба вот смотрите ссылочка ниже прикрепляю человек фанат своего дела в чем был мой коллега он изучает структуру химию физику метеоритов в том числе железных явно что он астрономию серьезно изучает и он узнает про места где был было падение железных метеоритов на планете земля так называемый метеоритный дождь а дальше буду рассказывать что это такое и куда летать там добывает то есть он был в африке и в латинской америки где только не был я считаю что нам надо взять на то есть вместе с удовольствием покопал метеориты просто сам факт найти до атмосфера приключений и можно ему потом отдать чем интересно что оказывается в разных странах разное законодательство как и с драгоценными камнями то есть где-то их можно ходить забирать себе где-то нельзя где-то все очень строго где-то свободно нашел забирать да не жалко и давайте сейчас потихоньку будем рассказывать и как раз отвечать на наибольшее количество вопросов заданных там в комментариях под предыдущим видео так вот по поводу того что если бы это был настоящий метеорит он бы стоил очень дорого сколько их вообще оказывается падает и находят и до всего на планету земля ежегодно падает несколько тонн метеоритов несколько тонн это много я думал намного меньше я думал может там килограмм 50-100 из них 90 процентов 95 процентов это каменный то есть это какие-то булыжники разных размеров и в основном это каменная пыль вот то есть по космосу она летает в больших количествах и вот она притягивается землей да и падает пять процентов от железные метеориты это не так много но если учесть что несколько тонн в год падает то ну вот так прилично и она накопилась за миллионы лет она всегда падала до самого начала образования нашей планеты поэтому их довольно много можно найти и то есть в земной коре и содержится очень много ну на поверхности естественно плюс смотрите какой момент из этих пяти процентов не все пригодны для производства каких-то украшений в основном там они прожавевшие и слевшие изъеденные там допустим если почва была щелочная да многие которые хорошо сохранились не имеют какого-то привлекательного рисунка вот про который мы будем говорить позже как он появляется поэтому годятся далеко не все для нашего дела чтобы то есть есть такое явление как метеоритный дождь это что такое вот когда по одному метеоритику падает это понятно а метеоритный дождь это когда летит глыба каменная металлическая железная ударяется в атмосферу разбивается на сотни или тысячи или десятки тысяч я не специалист но я думаю что их очень много кусков и они все вместе дружно падают на одну территорию это довольно красиво выглядит я по раз наблюдал вот эта штука называется метеоритный дождь так вот чтобы вы понимали что насколько часто и редко падает именно железный метеоритный дождь то есть вот когда железная глубь разбивается цель есть двадцатый век то есть за 100 лет зафиксировано всего одно большое в большом количестве падения железного метеоритного дождя это кстати был на территории россии место называется сихоте али можете погуглить а погугли почитал довольно интересно метеорит который разбился и там упал виде кусков он имеет очень красивую структуру рисунки которые вот за что он нам и нравится причем тоже интересный момент что изначально люди метеоритные железы использовали тысячи лет подряд например вам всем известно особенно эти кинжалы любят любители альтернативной истории до египетском музее в каирском хранятся два кинжала но не маленькие такие вот кинжальчики они железные вот как раз они выкованы из метеоритного железа но заметьте рисунка на них как такового нету вот сейчас дальше буду рассказывать почему почему рисунка нет у меня внутри конца тоже так вот люди в количествах их стали собирать железные метеориты и применять где-то час часы и делаю браслеты украшения запонки что только не делают кольца подвески смогу всего только с 1995 году то есть делал такое совсем свежим недавние возможно мест где были падения метеоритного дождя железного до их намного больше в десятки раз просто тема еще слабо изучена потому что только вчера начали этим заниматься далее находок именно вот куда упал дождь метеоритный мало но в каждом из них я помню что в россии есть китае есть в африке есть латинской америке есть то есть практически получается на всех континентах да есть вот вот это вот количество которое упало во время выпадения этого дождя измеряется десятками и сотнями тонн десятками сотнями тонн то есть вот почему он не стоит миллионы долларов не может только стоить я вам скажу сразу что вот это вот заготовка без дальнейшей работы по созданию гнезда под камень до и установки камня то есть это отдельно я плачу сама заготовка мне вышла то ли 500 то ли 600 долларов это не так много потому что там по весу все идет то есть он довольно массивный перстень у меня получился тяжелый так вот такой интересный момент то есть это доступно совершенно я думаю что циферблаты на часы которые да даже говорят у самого путина есть такой циферблат я думаю что тоже стоит совершенно доступных денег ну мне кажется дешевле чем то есть золотой перстень не такой вышел бы намного дороже хотя видите золото встречается чаще но вот такая ситуация так следующий момент вроде сколько их и сколько не стоят мы разобрались да ну я думаю что скорее всего метеорит с каким-то уникальным рисунком да они стоят подороже но опять же не миллион долларов ну по крайней мере я такой информации не нашел нигде то есть я много довольно читал так следующий вопрос по поводу того что все что было в космосе все что там летала она излучает огроменную радиацию обязательно значит пальцы по отваливаются и дом весь будет значит фамида вот информация которыми дал дмитрий я думаю что он ну он похож на специалиста я не думаю что он ошибается этому что он прав солнечная радиация не накапливается в твердых телах для того чтобы что то что полетела из космоса и бабахнулась на землю для того чтобы она изучала радиацию нужно чтобы в этом куске металла или камня содержался радиоактивный излучающий материал то есть какой-нибудь уран что там наши изучает но вот вы сами все знаете я в это плохо разбираюсь так тоже понятно да опять же а ты что им на слово поверил ты сейчас носишь а потом все будет хана да значит смотрите оказывается есть лаборатории в большинстве стран развитых они есть в москве они тоже есть куда вот все что вы считаете метеоритом можно сдать и собственно вам выдадут прям настоящий сертификат и они измеряют то есть они смотрят структуру состав и в том числе радиация есть нету чё как вот с этим тоже никаких проблем нет совершенно так следующий момент какой то есть моё кольцо проверяли она ничего не звучит и вот мне дмитрий сказал что он не встречал пока метеорит в которой звучали какой-то фон выше чем вот все что у нас вокруг то есть состав чаще всего входит железо и никель вот поэтому они конечно же ржавеет бывает что никеля побольше тогда он уже ведь помедленней бывает что поменьше когда уже ведь быстрее метеоритов железных которые вообще совсем не живи вот пока никто не встречал то есть их нету поэтому все изделия рекомендуется в том числе у меня кольцо тоже покрывать серебром родим еще чем-то мое покрыто роде напоминаю это металл из группы платиновых естественно со временем она будет подтираться и метеорит железка кольцо будет начинать ржаветь насколько это быстро будет происходить я пока не знаю я ношу его не от и наверно всего но опять же напоминаю вам сейчас многие скажут вот я хотел но теперь точно не буду покупать себе такую штуку все изделия неважно серебро золото платина надо регулярно относительно сервис полировать там сарапинки освежать полировать чистить камни до делать перезакрепку повторного и так далее тому подобное то есть такого материала чтобы один раз делали всю жизнь носите ваши дети внуки правнуки к сожалению не существует как нам не хотелось бы далее откуда рисунок и почему этого рисунка нету на кинжалах у которой египетском музее до лежат и почему его нет у меня вот внутри в кольце объясняю можно сравнить с дамаском ситуация то есть такая же что такое дамаск это такой специальный метод сварки и ковки металла когда особенно в древности он был популярен когда брали полосочку стали то есть закаленного железа до хрупкую но твердую и мягкую но вязкую хрупкую но твердую мягкую но вязкую то есть делали такой пучок его сваривали кузнечной сваркой проковывали перекручивали проковывали перекручивали вот так складывали как косичку плели там опять проковывали опять опять и получался такой получается и не сплав я даже не знаю я не специалист как правильно назвать но железо топорик неважно что выкованная вот из такого из такой структуры да вот когда допустим ножичек выковали его ж надо отполировать его отполировали там никаких рисунков нету вообще никаких совсем он просто гладкий если метеорит распилили да на там на какие-нибудь кусочки то же самое никаких рисунков вы там не увидите то есть на глаз вот как кинжалы из музея египетские на глаз это будет просто обычная железка для того чтобы увидеть рисунок нужно или чтобы он сильно проживел но женщина опять же может быть равномерной или нужно протравить в кислоте только тогда и дамаск и что там метеоритное железо и какие-то бывают наварные стальные лезвия на ножах только после обработки в кислоте рисунок появляется как следствие получается что на моем кольце вокруг все протравили а внутри не протравили вот в чем есть секрет то есть меня не обманулись с этим кстати если вам интересно про тамаск тоже придумано огромное количество легенд ствол значит тамасским мечом ножом саблей можно разрубать наковальни и убить гвозди там там перерубить на 2 это все неправда как любитель оружия у меня много дамаски химичей в том числе да вот скажу вам точно что дамаск по всем параметрам совершенно полностью проигрывает стали и из дамаска делали все именно потому что раньше не было стали проката как только изобрели выплавку и прокат стали до иначе их в колеи в количествах промышленных производить от дамаска полностью ушли не совсем ножик из дамаска если у вас вдруг есть если там нет наварного стального лезвия он очень мягкий очень быстро тупится очень быстро срабатывается попробуйте разрубить гвоздь все поймете дамаска который вот рубит наковальни и гвозди не существует нету такого вообще совсем с метеоритом то же самое мне показывал моя сотрудница ездила дмитрий в мастерскую да вот если сделать нож из метеорита он не ахти какой хороший в своих рабочих качествах то есть ничего волшебного нет это просто больше декорации украшения как кстати дамаск да так вот как получается когда маски рисунок получается понятно мы разобрались а кстати вот смотрите моя сотрудница наснимала как раз у дмитрия в мастерской видосики как раз про рисунок как получается рисунок метеоритах тут совсем история уникальный мне очень понравилось как появляется железный метеорит две планеты столкнулись какое-то тело упало там на какую-то планету она на куски развалилась брызги магмы взлетелись улетели в космос да то есть там миллион вариантов я не страну в этом плохо разбираюсь но железо которое вот чтобы она того такой рисунок своеобразный оно должно очень-очень медленно остывать и во время остывания кристаллизироваться остывание должно быть действительно очень медленным это по поводу того что там кто-то писал комментариях ха ха я гвоздем нацарапаю на железке вот такой рисунок и вам продам но ребят во первых вы так не нацарапайте вторых лаборатория ну отличит всегда да да я и на глаз мне кажется отличу любой человек который видел метеорит я думаю что он поймет это гвоздем нацарапан или это действительно такая кристаллическая структура так вот предположительно есть такая рабочая версия что скорость остывания железа чтобы он разложился вот на такую красивую кристаллическую структуру должна быть примерно один градус за миллион лет мне вот это очень понравилось но опять же дмитрий говорит что у этой версии есть много как бы противоверсии да кто-то говорит а может два градуса может три градуса за миллион лет за миллион лет но мне не важно хоть сто за миллион лет то есть сам факт что эта штука летела миллионы лет через космос остывала может быть она даже не с нашей галактики линии солнечной системы а представьте если вот это вот это кусочек метеорита который взрывал наш прославленный российский герой бюс или с фильме как он назывался армагеддон это вообще круто такую вещь носить мне этот факт он очень понравился то есть прям приятность ношение кольца увеличилась ну раз в сто примерно сразу когда об этом узнал далее так остудить медленно железо чтоб она закристаллизировалась вот такие интересные формы на земле считается что невозможно таких случаев нет так ни у кого не получалось возможно если вложить огромные деньги в какие-то лаборатории и там все это опытным путем много лет подбирать то возможно у кого-то получится я не спорю но смотрите здесь вся штука в скорости остывания она действительно должна быть очень медленный я сейчас по гемологии это как раз учу что если чуть-чуть быстрее остывают какие-то кристаллы допустим там сапфира да он уже совсем не тот получается вообще то есть вот здесь спешить нельзя поэтому как бы это важно вряд ли получится вот прям такое сделать так дальше еще момент про сертификаты в москве есть лаборатория вот загуглите минералогические музеи имени ферсмана подразделение академии налог вот я прикрепляю их сайт пожалуйста так вроде мы развели все мифы ну который по крайней мере которых вы писали в комментариях я не специалист в метеоритном деле вот не знаю может какие то еще есть далее вопрос как заказать какие сроки условия ну по ценам например на поняли то понимаете сколько стоит цифербата часы и запомки я не знаю это вот пишите напрямую сразу дмитрию как заказать кольцо смотрите если вы хотите кольца запомки подвески без камней пишите напрямую дмитрию не надо говорить что вы меня у меня нет никаких процентов никакой договоренности это его бизнес и он молодец хорошим занимается вот у меня все нет цели покупать в него и перепродавать вам я такой не люблю камни это когда вот поехал добыл нашел договорился и тогда приятно наценивать а так нет это как-то не понимаете вам если вы хотите вот как у меня или женский вариант кольцо с камнем от меня от синерджемс да вы можете купить камень у меня и заказать напрямую в камне с неба вы можете у меня заказать уже я с ним буду вести переговоры работать у нас уже в заказе с ним в работе несколько заказов с ним если что могу сказать что по сути это не промышленное поточное производство каждое такое кольцо пока в данный момент это эксперимент да поэтому будет очень все медленно смотрите я свое кольцо вот это ждал получается месяцев 7 и мы даже там немножко ошиблись я вам показал на треть миллиметра мы обсчитались по размеру пришлось чуть-чуть срезать там кромки и опять же будьте готовы к тому что и с вашим заказом мы тоже можем ошибиться поэтому возможно вы будете ждать три месяца потом поймешь то ошиблись и опять надо будет ждать вот то есть недорого получается ну очень-очень медленно но я считаю штука вообще уникальная так ну вроде все пишите вопросы да всем пока всем всего хорошего не болейте бегите родных я читаю новости что в россии там совсем все плохо с муровым поветрием поэтому все-все-все берегите всем всего хорошего пока